А он ожитость недалеко родила, он пил и пришел в себя и верблюд точно такой же, его сняли по хважии, ну проходит какое-то время, оселы говорят, ой, до того петь охота, но у осла какая песня, кто знает, как он кричит? Вот так он кричит, а голос далеко слышен, а верблюд говорит, не надо, рядом путешественники, они услышат и правда едут, у них осел заболел, и они пошли, нашли, теперь нагрузили на него два груза, и он говорит, а брат говорил тебе, не пой, я говорил, не кричите так сильно, тихо говорите, брат, Тараси, а то нас найдут и запрягут так, и нам трудно будет тогда. Все, я ушел. Спасибо Господи за все. Спасибо Господи за все. Брат нашел, не понял? Что так? Спроси на какие подчасти? Как прекрасно устроено все, в Калашниково уже. Ребята все хорошие, строители, представь, как это делали. Дом-то был не такой, батюшка обложил его потом кирпичем, а маме. И все это устроено. Свет включили, а? Свет включили. Ну и хорошо. Свет включили. Благословю Господи тех, кто энергию там вырабатывает. В интернете заглянешь. Меня потеряли, у меня еще нет здесь, но на следующей неделе мы все покажем. У нас много снимается. Я каждый раз думаю, я поеду в город, ничего нового не будет. А тогда начинается, люди идут там, паводят. Ничего нового. Как бы мы, если не зима, как бы мы познакомились с вами? Да. Видишь, как Господь все устроил. И Наталья приехала, и Марина. Интернет. А уж это говорить не надо. Везде молятся, везде говорят. Визиты наши сделали, там раздают, трудятся. Это интернет, да. И интернет, это Тим Гардарслей. И мы каждый день молимся за него. Тимофей. Какое он долго делает? Более одного миллиарда уже живут в этом. Воды нету. В Барнаруде машин в одном барнаре 180 тысяч. А в России всего 40 миллионов. Что? И Барнаруде входит в двадцатку городов, в которых больше всего машин. А мы как-то живем, ничего нету. Я обращаюсь, я говорю, машина одна. Так Бог делает, знает. Сегодня машина, юноша 16 лет за рулем, он сзади скорость совсем не умеет ездить. Прям чуть-чуть. И все равно все сделал. И довольный вот здесь. Я вижу, что ему хорошо было, наверное. Едем дорогие, он меня спрашивает, а вы где теперь обедаете? Ну я понял, тонкий набор. Я буду здесь. Ты пойдешь к нам? Поэтому я знаю, что наши сестры ему нравятся. Они хорошие. Я вижу, я вижу просто. Вот так хорошие. Я сегодня вам объяснял, что имя Иеремия. Вот я, Иоанна, Бога, Отец, Богородица. Они мне еще не говорят эти имена. Нет ничего. И кого бы я не читал, Иоанн, Богослов, многое говорит. Не то, что какой я есть. Самый любимый у меня из всех пророков, которые на Иеремии. Ну, а на этом по одному поступку пророк Михей, сын Иблая. А сегодня Иеремия, вот в фильме Иеремии. Он мне так близок. Ты смотрели? Когда его бьют, давят, он так говорит Господь. Он падает на колени. Там военачальник, там Саван, бьет его. Чуть не зарубил. И он кое-как-как к себя приходит. Так говорит Господь. А вначале боялся рта. Вы видели этот фильм, нет? Видели? Иеремия называется. Его можно посмотреть. Иеремия. Ему с детства Бог открылся. И вот он говорил. Ситуация была у него безвыходная, неоднократная. Его хватали, бросили в грязь, в колодец. И он едва там не утонул. Вот представьте, тогда надо было как-то что-то делать. Мы делаем это сейчас. Воду остановить, дорогу. А дальше мы будем говорить о путь истинной жизни. Вот у нас есть, вот оно, Иисус есть, путь истинной жизни. Вот, путь, мы делаем путь. Людей направляем в Господь. Люди могут приезжать. И он все именно образами там, он говорит, и даже не знаешь. В плен пошли, ну в плен. Хуже войны. И кто что везет там? Ну маленько там, маленько пшена, маленько там муки. Он ничего не берет. Два булыжника взял, да замазал их глиной. Такую глину. И понес с тобой булыжники. И он спрашивает, зачем? Надо. Думаю, это блаженная же. Нам надо камни тащить. Их не грызть нельзя. Не защитить все ими. И когда приехали, пришли они в Египет. А уходили-то от царя Мавилонского. Он эти камни зарыл. И говорит, вот на этом месте, мы пришли в Египет. Это безопасно. Нас никто не троит. Кто-то за Америку раскрывается. А на этом месте царь как раз в Мавилонске поставил шатер свой. Он разобьет вам фараона. Мы уходили. Я просто показал, проще нахнование у этого будет он дарут. Понятно? Ну а так, говорю, не вспомнили бы. А так долго вспоминали. Помните Еремия? А языки еле. Вы помните? Языки еле Бог дал какое повеление. Режать на одном боку. Не переворачиваться. И речь идет не о двух днях, а о сотнях дней. Сейчас не помню сколько, больше года. И делай, говорит, осаду. Начерпи в город. И осаду делай. Ну игра какая-то идет-то. И хлеб себе сам пить. Там пол, пшеницу, то другое. И пить на человечем камере. Ну что я это делаю-то? Он тогда говорит, Господи, я ничего не чистого не даму. Я все сделаю. Ну можно, чтобы... Господь говорит, ладно. Король, наверное, кал. А человеческий самый неприятный. Вот лошадиный, который я знаю, самый приятный. Даже она естся, как будто солома с чем-то перемешанной. Везде мажет, штукатурит им. И даже соки, которые выжимают от язвы желудка. Лошадь. Другая собачья, кал, уже такое-то, кошачье. И самый неприятный человеческий. Прятает его, и смывает. Везде. А это, это не так смотрится на дороге. Пройдут коровы, лепешки лежат. И еще в проходе день-два засохли. А через неделю морж. Мы все время на нем картошку пекли. И даже, он показывает, что Иерусалим будет зад. Что делать? Открой ворота, запусти. Не сопротивляйтесь этому Гитлеру. Примите. Так он фашист. Ну, кому-то так, кому-то подмещу, подмещу. Нет, мы никогда не задимся. Мы не задитесь уже. И помните, он с ним как разговаривал. Сдайся, а то ты... Я не хочу быть рабом. Иерусалим говорит, ты уже раб. Иерусалим говорит, ты уже раб. Рак чужих страстей. Который патриотизм этот нагоняет. Этого не будет. Иерусалим был разграблен, взят. Его сыновья перед ним заколоты все. А там, кажется, 70 сыновей. И Саша спрашивает, а что за красивый юноша ищи? Это мои дети. И та же подходит к воинам, с живот кинжалом. Вот так, у нас разговор пустой. А тебя, ну, пророк говорил, что я не умру. Правильно, я тоже слышал. Ты не умрешь, раз пророк говорил. Ну и видеть не будешь. Ту же жаровня, раскаленные олова, щипцами горут. Глазам дым пошел. Все. Больше никогда не увидишь. А если бы открыл, отправил в плен. Выдавали бы дочерей своих замуж. Садили виноградники, женили сыновей. Но дань платили бы никак. Надо научиться, восхищать эти события. Понимать как. Меня говорят, а если бы приехал там. Ну, тогда бы ближе сюда приняли бы по первому мужчину. То есть, как положено, как по его мужчину. Да, он коммунист. Ну, что ж, что сделал. Я ничего не могу сделать, он коммунист. Но написано, чтите царя. Я его почтил. Я порассказал ему о блоге. Я его во сне видел. И мы вместе с ним в одном фильме снимались. Машина старая такая, древедень, военная. И солома сзади насыпанная. Еще не знаю. Он стоит, смотрит. А машина как дернула, он падает. Я пытался поддержать, не сумел, но упал. Я прямо на него упал и поцеловал. Брежнева гонитрища. Смешно. И Путина, батюшка видел, он приезжает сюда. И обо мне спрашивает, когда мы не встретимся. Может быть, и встреча. Внезапно все меняется. Нужно научиться. Не мертвой хваткой держаться за сегодняшнее. У Бога всего много. Вот мы думаем так. У меня сейчас задача, я понимаю, она может окончиться ничем. Но попытка есть. Были бы булыжники. Булыжники мы бы уложили, вода бы не размыла. Я видел горную реку. Там кабалуны лежат. Но тут-то я не... Из чего сделать? Так, вам задание. Вот здесь как выходишь, идти дорожка из таких железок. Это под рельсы плавится. Сосчитайте, сколько железок там. Сколько? Туда? Тех дверей. Той, которые вы не говорите. Сходи. Посчитай. Железки. Мы сейчас узнаем. Если бы было много железок, они бы были бы большие. Ну, как плиты, как у нас. И не проваливались. А то есть... Можно было сделать. У нас корову. Если щель какая, и попадет, нога сразу сломает. Для меня это задача сейчас. Как сделать? Насыпать вот это все. Вдолбить туда. Ну, мусор какой там привозят. С кирпичами. А потом там поставить преграды и не пожарить цементу и зацементировать, укатать. Тогда бы, ну, когда асфальт было. Там всего на 5 метров надо. Ну, 5-5, ширина 3 уже, 13 квадратов. Не знаю. Тут сильный поток идет. Все вылетает. Вода. Про воды говорится. А вы знаете, поток горной воды с чем сравнивается? В Библии с чем она сравнивается? С женой. Не давай воде выхода и злой жене воли. Мне приказать немножко. А так послушай, миленька. Голова будет полетать, у тебя сердце начнет отказывать. Не слушай. Не надо. В Англии провели эксперимент. Там люди разные. Ученые, мужчины, женщины. В среднем женщин на 25% отстает от мужчин в умственном развитии. Просто ей не видано это. И она не может, но бывают исключения, но потом они и исключения, как Маргарет Тэтчер, Сариса Елисамеда, Екатерина. Мы должны с этим согласиться. Это разное. Настолько разное, что называется немощный сосуд. Немощный сосуд, так ты веди соответственно немощного сосуда. А что ж ты ведешь себя, как котел чугунный, а тебя дошли, как осколки летят? Ну, если ты немощный, как и немощный, я тебе буду подсказывать, вести. Бобров извели? Бобров, бобры живут? Куда бьются? Куда же живут? Живут. Ну, я думаю, что перемирия не будет, война будет. потому что они очень много на самом деле людей. 74. Уже 3 дня прощения. 74. Скажи, Громыч. 74. 74? Так, сколько? 74. Сколько у них? 74. У обоих одинаково? Да-то он не может быть. Еще утром. Еще утром. Еще утром. Еще утром. Еще утром. Про себя. Не говори ей, сколько-то. У них не получится. Там нет у себя. Это ребятишки. Им нужно давать задания интересные. А потом я расскажу вам, где эти, как взяли, целая история. Вот. Они идут качать, и вы знаете порядок. Если он на тарзанку залазит, на веревке, то на этой качать, чтобы рукой держался, там проволока протянутая, за проволоку держался. Потому что перетерли там ноги. И все было качном, сам обратно. Вот так и качал только туда, и обратно залетел, и все. Потом опять продолжается. А раз же. А у него получение долетело, когда он улетел, соберет, только начать жена. То есть, вот и летаем. А? 74. Ну что? Примерно 72. Примерно 74. Это точно? Не приятно. 74 или 72. Илюша, сколько? Ты посчитал. Я 75. Ну ты скажешь. А ты читаешь? Я 73. У тебя сколько? 73. 3? 73. 73. Скажите, да. 73 я и говорю. Да. Не 73, не 74. Теперь-то. Я еще раз пойду пересчитал. Только потихоньку, не торопись. Тарас еще. Уже разница есть. Сходи, Тарас, еще раз, с другого конца начни. Все же получилось. Тарас. Тарас. Там все внизу. И дальше. Вот задаешь вопрос. Сколько понароков всего? 12. Больше нету? Нету. 70. Ну а как же Господь 2 в 70? А где? Ну вот у Луки написано. Апостол. 70 до 12. Сколько? 82. Ну а ты ошибся-то на сколько? Так, 82. Ну хорошо, Апостола Павла там нет. Он апостола, нет апостола. Уже получается 83. Не торопись. Не торопись. Сорока прямо летала, я говорю, да дома редко бывало. Есть такие загадки, которые умудряют человека размышлять, думать. А есть, ничего не обязывает. У меня сегодня мысль, работаю я там в лесу, и никто не догадается, о чем я думал. А я думал сегодня о Высоцком, Владимира Семеновича. У него, да, талант. От кого? К Богу никого не купил, сам не знал. Жил блудно и грешно. Пил, гулял, наркоманин, сейчас все пишут, все-все-все. И выступает, и Любимов, которого он там в Таганке был, я говорю, нехорошим человеком. И обязательно. Люди собрали за мной на спектакль, и мне там опять и пился. Талант, он даже возьми, он поет, и стопите мне баньку по-белому, и от белого свету отлых. Сказать такую строку не придумаешь даже. И далее он как, пар горячий развяжет язык. Пар горячий как раз не развяжется, свяжет. Он или не понимал, или что-то заложил, а теперь затопите, не топите, затопите, не топите. А это что означает? То есть, он не знает, а что лучше? Потому что, он изображает героя, который поет, который, и пришли охранники его брать, говорит, беспросветную глупость мою. Он сам понимает. и заключенные, все считают, что он сидел неоднократно, то есть, он так написал, что люди считают, что он специалист был, а он никогда не сидел. Пишут про летчиков, и летчики его своим считают. Это большой талант, не просто талант. А голоса Бог не дал, как он хрипел, и стали сейчас подражать, в крипунок искать, а их полно. Храпят, хрипят, и говорят, когда, да? 73. А это уже другой разговор. Так, у тебя сколько? 72. 72, а еще выше. Понятно как? Почему я наста... Потому что я их посчитал, я их укладывал здесь. А вы в стороне еще одну увидели, там лежит под окном? Да. Под окном отдельно, большая. Под окном. Вот здесь, где идет, и прямо он там. Вот под выходом, я сказал. 73. 3, да? А который сюда, ближе к дому, от деда лежит, не считали? Да, 73. И кто бы посчитал? Не считали, я думаю. Нет, посчитали. Тоже? Который, а вы, я посчитал. Ладно, ладно. Дело-то даже не в счете. Дело в том, что цифры к чему-то обязывают. Если 72, это 72 толковника. Перевод стептуагинты. То есть, если позапомнить, надо с чем-то связывать. Как вот, радуга. Какие цвета? Кто раз на какие? А слова есть такое? 74. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 7 цветов. А почему 7? Никто не знает. 7. А звуковское. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, 7. В уши 7, в глаза 7. Все на семерку. Боже, не сами по себе. Не сами по себе. Ну, давайте голову проверим. Главная информация глаза. Сколько? 7 тысяч 4. Благодарю. Два уши, две нозырьки. Сколько? 6, и вот 7. Кто так устроил? Бог. Все-таки 74. Да, 7 тысяч 4. Правильно? Ну, я сам точно-то не знаю. Я смотрел, у кого больше, когда будете, сойдете где-то. Я посчитал, у меня было меньше. Выходит, я неправильно. А я считал так. По одной стороне считал, а другую думаю, одинаково. Они не одинаковые будут. Я их умножил на 2. Ну, 33 насчитал. Умножил на 2, 66. У меня совсем мало. А там, оказывается, они плотнее друг друга. Я думаю, это не то, что. Придут ребята, они математики, жаровые. А вот знаете, когда пи 3,14, как запомнить? Не зря, а у нас 1,4, 4,8. Какие-то слова там есть такие, и сколько букв в этих словах, и там до 6 знаков все идет, а там никогда не кончится, потому что они неточные. 3,14. Кто и шутя, и скоро пожелает пи узнать, то он узнает. И сколько букву есть, так примерно, тогда сахар получится. Это кто-то тоже придумал. Для легкости запоминаний. Можно мне на тазанку? Агу, 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 агу. Пошли. Не, 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 не. Коля, куля, куля. Я без опы. Коля, иди туда. Нельзя, нельзя. Как ты здесь? Нельзя, все, не ходи без взрослых. Просто еще 2 человека. Без взрослых не ходите. Туда пошли. Вот мы побыли сегодня день, и вот я все разрушил, никуда не уходят из головы Высоцких, даже помолиться нельзя, ой, беспокаянный, и талант, талант от Бога или от дьявола, вопрос, божественно ничего нет, ни одного человека он не привел, он не знал, жил в страшном блуде, не помнил себя даже, что он творит, и не знал. Теперь все это открытое, друзья вспоминают, и сегодня мне материал-то Константин кинул, по-моему, ну не он, а кто-то, Владислав Бурович, что вот выходит священник, я посмотрел вот его, и говорит, это жития, даже трудно сказать, как, чтобы правильно-то поняли, что намного истерто, а что-то добавили, а я это давным-давно говорил, я просто, ну, как раз-то чутьем это видел, вот это никак, этого быть не могло, не могло, а вот этому, вот этому я верю, и вот он об этом как раз и говорит, поэтому, а Библия верит и как, Библия верит полностью, каждому слову, должен быть абсолютный авторитет, и это священное писание, и вот в священном писании я все как раз его выставляю, все, что бы мне думать о Васовском, работают сучки, опасно так летят, опилки пилят, там-то носить, я уже носил все это, я не просто рвал, оно рвется на меня, прижимаю волок, бергаюсь, а из головы они выходят, я его жизнь перебираю, смотрю, когда я был в заключении, и там такой, как бы, туберкулезный, отдельная зона, еще зона, чтобы не знали себя, и они меня спасли в этом зоне, туберкулеза не было, но Надежда Васильевна поговорила, и там слова, в словах Владимира, хороший начальник, и он меня ночью выкрал буквально, пришел, где мы делаем пупайки, проходил мимо, а самый высокий такой, схватил меня за руку, бежим, ну как бежим, а бригадир-то за меня отвечает, и я не глянусь и беги, совсем много, я бегал быстро, да он еще быстрее меня, бежим сейчас, а раз, и промзом я туда, и за, там железные ворота, а то он тебя не возьмет, и все, а дальше, вначале уже, и меня там оставили, и меня там оставили, это помогло здесь сохранить. Николай, Николай, спрашивай, что бы у нас, у нас прошло. Я не знаю, не встретились, мне там Тамара Татьяна Прокопьевна, которая врач, она что-то там написала, так, что мне необходимо усиленное питание, и у меня потемненные бронхи, но это действительно так, а кумеркулеза даже намека не было, но они меня вырвали, и после уже я его нашел, нашел и отблагодарил. Николай, спрашивай, хороший человек, и когда сейчас ты веришь в это, то тебе хорошо, и Татьяна Прокопьевна как-то основала, там, среди этих заключенных, вечер, память Высоцкому, у кого что есть, я говорю, у меня есть, она говорит, чшш, ничего не говорите, а я говорю, так вы же не знаете, а я знаю, вы скажете мне так, как все, и все наше разрушите, и все, мы так готовились, мы все узнавали, понимаешь, так. Говорил по делу многое, знал грань, за которой просто ему не выжить уже. Антропова-то, когда начальник управления КГБ, там, и тоже, чтобы его арестовали, он говорит, не надо, но в таком образе жизни он долго не протянет. Ну и все, понятно. А зачем мне о нем думать? Он ничего не мог сделать. Он ведет, мысли. С чем-то это связано, что я именно о нем сегодня думал. Размышлял о географии, вспоминал, искал ответа на что-то. Нет, я в лесу, работаю один, ну, тот пили-то я-то, но не на пару работали. И при том, мысль навязчивая такая. Я только молитву сотворю, и опять о нем. Что это означает? Я помолиться о нем не могу, у меня выход есть, помолиться. Ну, как молиться, он умер в пьяном виде. У меня нет о нем молитвы? Вообще никакой. Нет ничего. А вот Ромеро был такой, архиепископ в Сальвадоре. И он говорил, американцы там убивают, а другое... Ну, что было, то он был, он говорил, смело-то. Ну, я предъявил, то есть что, коммунист какой-то, и что за них там не будет? Потому что вы вооружаете окрестные народы, натравливаете, нет. Ну, они решили его убить. И убить, я такого убийства даже не слышал. В храме, когда он причащал людей, в это время один из этих, и подкрался там из пистолета, или как, и громко выстрелил, там закричал что-то, ложись, и все упали. А он стоит, как стоял, так и стоит. А снайпер там где-то, где-то, может, 50 из машины, и его убили. И он упал, его кровь смешалась с кровью Христовой. А я в тюрьме был. Мое сознание его канализировало сразу, так сказать. Вот святой, я помолился. Не о нем, а о имени. Так он же католик. Католик. Но еще. Я ничего не сделал противного православия. И мне не запрещено размышлять. И мысли выстраиваются. Поэтому я говорю другим, потому что размышляю об этом. Тот спасет. Сознание канализирует. Этот не спасет, даже молитвы нет. Ответа никакого нет, почему так. Это внутреннее. Того жизни я знаю. И этого знаю. Вот как у верующего, как все. Каждый день. Вот сидим за столом. Вы, ребята, о чем думаете? Мы, ну, чтоб не обжечься. О, Глеб. А я сейчас там в ставке Битлера. Я как раз сегодня о Германе думаю. Начинаю размышлять, думать, а как он поступил так. А зачем тебе? Не знаю. Может, для того, чтобы не судил. Как бы в то время я мог поступить? Понятно как? Я не нахожу ответа. Зачем он ко мне на ум выйдет? Я не могу по-другому выяснить. Я много знаю об этом. Меня интересует в жизни. Больше всего, что думал Гитлер, когда обстановка изменилась, после Сталинградской, Битвы и Курской дуги. Какие были переживания? Секретарь говорит. Его секретарь выступает. Она у меня три года была. Женщина. Девушка тогда была. И прямо она говорит сейчас. Видео видно. Я ей верю все, что говорит она. Но на переживания нет. А когда он начал делать завещание, я думал, что он попросит прощения. Нет. Он говорил о государстве, о сохранении Германии. Уже готовится застрелиться там или уехать куда-то, спрятаться. И меня интересует внутренний мир человека. Так точно о Высовском. А что он в это время думал? Он писал ночью. Являлся его демоном неоднократно. Ну как Булгаков-то. Ему чертовщина вся лезла в голову. И он писал об этом. Мастер Маргарита. И не надо этим увлекаться. Но надо размышлять. Почему? В какой момент? Как он мог открыть так двери души, что злые духи могли обладать им? И они показывали. Талантно написано. Я обращаюсь и смотрю неоднократно тоже собачье сердце. И мне нравится. Но я их интерпретирую по-своему. Кто на ком стоит. Надо сказать. Мы поставили там вопрос. Домовы прав. А Филипп Филиппович профессор. Я не понял. Кто на ком стоит. Понимаете. Вот эту фразу так не скажешь. Старая грязь ни один не скажет. Это говорит человеку, уже обладающий каким-то видением. И он падежи, которыми пользовался Высовский. Я даже не знаю, что правильно, но мне кажется, даже не так говорится. Но воспринимают люди, почему-то находят общее, о пользе никто не говорит, о пользе нет. Душа погублена. Он Бога не знал. Об этом и в разговорах. И о ком я думал, говорил, они ни один о душе не думали. А меня не интересует. То есть я вижу, что там могло быть по-другому. И поэтому, когда случается что-то такое со мной, с кем-то здесь, у меня ответ он как бы готовый. Он в этих размышлениях уже вызвел. И я его говорю. А теперь, а как вы могли узнать? Оно сбывается. Ну не знаю. А то ли откровение, наитие или размышления. Вот об Олегене спорили. У него это от Бога или это он просто такой мудрый. Потому что даже такие, как Василий, видите, учились у него. Он был как профессор. Вот так. Ну все на сегодня. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok